Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. С 1 апреля малообеспеченным сейнам по инициативе президента будут выплачиваться пособия на веке от 8 до 16 лет. В администрации состоялось заседание Президиума Оригинального Политического Совета Партии «Единая Россия». Мы привлекаем для осмотра лесников с их техникой. Два лесничества приезжают. В преддверии сезона лесных пожаров провели смотр техники. Мама уходила на работу, я брала спицы и в нее вязала. В Люберцах проходит благотворительная акция «Я свяжу тебе жизнь». Самое главное – это прищегиваться, когда ты в машине. В округе стартовала социальная акция «Маленький пассажир. Большая ответственность». А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберц. Руководители управления и ведомства читались в работе, проделанной за последнюю неделю. Подробнее в нашем сюжете. За последнюю неделю в Люберецком округе было ликвидировано 4 пожара, среди которых возгорание строительного крана на улице Шоссейная у дома 36. При пожаре в квартире на улице Гаршина погиб мужчина 39-го года рождения. И также пожар в Томилино. В результате пожара обгорела мебель в коридоре и частично на комнате на площади 30 квадратных метров. Без пострадавших. Здесь под разделением пожарной охраны было спасено 4 человека, из них двое детей. Аварийных отключений по тепловодо-электроснабжению не производилось. В единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило 3050 обращений в основном о перерасчете за отопление. Сейчас с управляющей компанией ведем работу по информации в соцсетях касаемо начислений, чтобы жители понимали причину таких больших платежек. Продолжается ремонт дорог в округе. За отчетный период заделано 605 ям общей площадью 873 квадратных метра. Асфальт, где там было небольшое углубление, становится большая ям. Поэтому ямочный ремонт. В первую очередь надо принять самое пристальное внимание, создавать группы и этим очень плотно заниматься в ежедневном режиме. Стремиться к тому, чтобы ям влюбиться не было. В настоящее время в Люберецком муниципалитете болеют коронавирусом около 1700 человек. Вакцинация продолжается. Прививки сделали более 260 тысяч жителей округа. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах на улице Митрофаново идет ремонт дома номер 21. Глава округа Владимир Ружицкий проверил ход строительных работ. Подробнее в нашем сюжете. Дом номер 21 на улице Митрофаново построен в 1988 году. Ирина Платонова проживает здесь 34 года. Она следит за благоустройством многоэтажки и прилегающей территории. Этот двор я добилась, чтобы это самое красивое сделали. Детскую площадку красиво сделали. Вот тоже я тогда же это все добивалась. Когда они этой дрелью работают, это всех беспокоит. Это не только меня, но это же работа. Это ничего не сделать. Здесь надо терпеть. Работы начались в середине февраля. Сейчас идет реконструкция фасада с заменой межпанельных швов. В последний раз подобное обновление проводилось здесь 15 лет назад. Проводится покраска дома, колер и само решение колористическое будет согласовано с жителями данного дома. Так как это делается всегда в действительности противоположности мнений. Ну и дом будет радовать жителей новыми цветами, новым видом. Окончание работ планируется к маю. В прошлом году в доме отремонтировали лестничные клетки. В 2017-м заменили лифтовое оборудование, а в 2013-м установили пластиковые окна. Мы подбираем дома, которые требуют капитального ремонта. Это мы эти все вопросы обсуждаем с жителями. Это все, что связано с крышами, протечкой. Это все, что связано с фасадами домов, утеплением домов. Это фундаменты. Такие у нас тоже бывают случаи. В ближайшее время начнется реконструкция еще трех многоэтажек в 115-м квартале. В этом году запланирован капитальный ремонт 135 домов. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа в дистанционном режиме состоялось заседание Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Депутат подвели итоги исполнения решений Президиума от 28 февраля, отметили особенности подготовки к единому дню голосования 2022 года и представили проект «Политстартап». Подробнее в нашем сюжете. Сегодня я тоже хотел бы сделать промежуточные итоги нашей работы. За прошедший период времени, почти две недели, мы отработали в этом режиме. Ну и показать цифры, где мы находимся, чего смогли достичь. С 23 февраля по 10 марта в городских округах Московской области сформировано 57 местных штабов для оказания поддержки беженцам. Отправлено 9 фургуманитарной помощи общим объемом более 160 тонн. Также осуществляется поддержка экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций. Предоставление зарплатных кредитов, субсидирование создания рабочих мест для лиц, потерявших работу в связи с введением санкций, регулирование цен на продукты питания, ограничение роста тарифов на ЖКХ. С 1 апреля малообеспеченным семьям по инициативе президента будут выплачиваться пособия на детей от 8 до 16 лет. Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная отметила особенности подготовки к единому дню голосования 2022 года. Мы должны в большей степени говорить о будущем. О будущем, о том, что мы готовы помогать и защищать. Я максимально уверена, что ритм партии не будет падать. Также депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Толмачев представил проект «Политстартап». Чтобы стать участником проекта, необходимо быть гражданином Российской Федерации возрастом до 35 лет. Конкурс проходит в 12 муниципальных образованиях Московской области. Регистрация участников осуществляется до 30 апреля. Дмитрий Гринчев, Денис Заугонников, телеканал ЛРТ. Глава округа встретился с местными предпринимателями и банкирами. Обсудили меры поддержки бизнеса в условиях введения санкций и подписали новые инвестиционные соглашения. Подробности далее. Сегодня непростая ситуация складывается в экономике, санкции и прочее. В том, что у нас есть такие установки, максимально сохранить те наработки в бизнесе, которые сложились за эти годы. По крайней мере, сохранить и объемы, и рабочие места. В Люберецком округе 35 крупных предприятий, где трудится около 14 тысяч человек. Все продолжают работу, но сейчас многие вынуждены менять поставщиков и приспосабливаться к условиям введенных санкций. Все предприятия имеют низкий риск. То есть мы ожидаем, что в целом не будет никаких серьезных потрясений. В то же время есть вопросы порядка компаний, которые в настоящее время для того, чтобы сохранить коллективы, рассматривать вопрос перехода на неполную рабочую неделю. Директор Союза промышленников и предпринимателей Люберецкого района предложил создать в округе оперативный штаб по мерам поддержки бизнеса. В него войдут представители администрации, налоговых органов, банков и трудовой инспекции. Мы выступили с предложением о предоставлении предприятиям вплоть до беспроцентных кредитов в размере 30% от оборота, месячного оборота, и объявление налоговых каникул хотя бы на полгода, чтобы сейчас была оборотка, пока наладится новый канал поставок и, соответственно, новый канал избыта. Представители Альфа-банка, ВТБ и Промсвязьбанка представили доступные системы кредитования для малого и среднего бизнеса. Ставка по такому кредиту для малого бизнеса 13,5, для субъектов среднего бизнеса 15 годовых, сумма для малого бизнеса по одному договору 300 миллионов рублей, количество договоров не ограничено. По среднему бизнесу это миллиард рублей. В конце встречи глава округа подписал соглашение о сопровождении инвестиционных проектов с «Лазурь» и МТО «Лазурь» и ООО «Альтернатива». Общий объем инвестиций составит 970 миллионов рублей. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Семенной картофель, выведенный учеными-селекционерами Федерального исследовательского центра имени Лорха, не только вкусный, но и приносит высокий урожай. Поэтому он много лет пользуется спросом не только у населения, но и у ведущих научно-исследовательских институтов сельского хозяйства в стране. Учреждение посетил глава округа. Владимир Ружицкий познакомился с научной деятельностью института и пообщался с его сотрудниками. Алсу Конькова здесь работает два года и уже защитила кандидатскую. В лаборатории исследовательского центра она проводит размножение картофеля путем микрочеренкования побегов. За день через ее руки проходит более тысячи ростков картофеля различных сортов. Помещаю микрочеренок на питательную среду. На протяжении трех-четырех недель развивается растение. Такого потом помещается либо дальше на размножение, либо фермерам передаем, либо на опытные хозяйства. В институте поддерживают банк здоровых сортов. Благодаря трудам ученых-селекционеров за сто лет здесь выведено около сотни видов картофеля с повышенной урожайностью, высоким качеством, а также устойчивостью к вредным организмам и неблагоприятным факторам окружающей среды. Создание сорта – это очень длительный, кропотливый труд. Поэтому где-то на создание сорта необходимо от 10 до 15 лет. У нас есть очень хорошая генетическая коллекция, которая используется и другими институтами. Они берут, проводят селекционный процесс и уже возделывают этот сорт в своем регионе, который оказался наиболее адаптивным и наиболее высокоурожайным. Чтобы создать новые методы в области селекции и семеноводства, ученые работают над генетикой картофеля, разрабатывают новые технологии его возделывания и хранения. Здесь я оценю замечательный коллектив. Здесь вот порядка работа именно здесь, порядка 120 человек. Это и доктора наук, и кандидаты сельскохозяйственных наук. Это люди, которые увлеченные. Я бы хотел искренне пожелать, чтобы он развивался, сохранялся, чтобы приходили новые молодые люди, становились бы учеными и продолжали традицию института. Исследовательский центр имени Лорха динамично развивается. Несколько недавно выведенных сортов картофеля уже получили признание предприятий, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции в России. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Александр Чайка родился и вырос на Кубани, а земля там плодородная. Садовод-огородник со стажем к дачным делам приступил еще в феврале. Это самое время для посадки перца и баклажана. Как подготовить семена и правильно ухаживать за растениями, чтобы получить хороший урожай, узнали мои коллеги. Вот урожай 2017. Только в 2019 запаковали. В 2021 только выставили в магазины. Посмотрите, сколько проходит время. Если семена хранятся в слишком теплом или сухом помещении, или лежат уже несколько лет, они теряют влагу. А значит, медленнее всходят. Проращивать перед посадкой их не обязательно. А делают это для того, чтобы вовремя получить рассаду. Поливают перекисью водорода. И тогда оболочка чуть-чуть разрушается. Но я делаю кипяточком. Пока вот с крана терпит рука, все проливаю. Ничего не замачиваю. Сразу землю посадил. Сантиметр. Почему нужно немножко глубже сажать? Чтобы пока он будет выходить, земля сдвинула вот эти роговицы. И они всходят быстрее на неделю, чем положено. Баклажан и перец – овощи капризные. Им нельзя повреждать корни. Они требовательны к питанию, свету, теплу и поливу. Но главный их враг – паутинный клещ. Нападет на заднюю стенку. Как узнать? Вот здесь будут такие белесые штучки по главной жилке. Это значит, у вас он заболел клещиком. Если вы пропустите неделю туда-сюда, уничтожит все. Я всегда фитоверму беру. Это вытяжка из ромашки аптечной. Он через три часа перестает действовать. Плоды уже можно на следующий день кушать. Пройдет 60-70 дней после всходов, и рассаду можно высаживать под пленочные укрытия. На один квадратный метр – 5-6 растений. Поскольку в Московской области не везде черноземная почва, важно помнить об удобрениях и подкормках. Растворяю. Если не успел растворить, то в сухую рассыпаю спичечный коробок на квадратный метр. Это нитроамофосочки. Под корень ее нельзя вносить, прям рядом с кругом ствола. Она обожжет, как молодые корешки. А вот так вот в радиусе 20 сантиметров от этого, между рядами, можно. Вот. И на зиму суперфосфат вношу. В нашем регионе дождаться плодоношения баклажанов в домашних условиях практически невозможно. Все проще с перцем. Если в ближайшие дни вы решите попробовать вырастить его на балконе, а рассады под рукой нет, купите спелый плод в магазине. Мы колопываем с него семена. Сажаем. Он вообще сходит прям за неделю. Вот магазинный. Только этот будет у вас сходить две недели, потому что он в 2018 году сбор урожая произошел. А сейчас 22-й. Они будут высокорослые. Вам придется также до развилки вот это все удалить. Вот развилка уже пошла. Когда появится первая зависть, ее нужно удалить, поскольку она будет тормозить рост растения. И плодов будет меньше. А наша главная цель – получить хороший урожай. И чем больше этих плодовых веточек у вас нарастится, тем больше будет плодов. Но больше 5-ти килограммов куста вы не получите никогда. У нас слишком короткое лето. Чтобы растение выросло и перешло в стадию плодоношения, должно пройти как минимум три месяца. Поэтому жители Подмосковья преимущественно используют ранние и низкорослые сорта перца и баклажана. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Весенний-летний пожароопасный период уже не за горами. В преддверии сезона лесных пожаров в городском округе Люберцы провели смотр техники, которая будет справляться с чрезвычайными происшествиями. Подробности в сюжете моих коллег. Перед стартом пожароопасного периода каждый муниципалитет Подмосковья проходит тщательную проверку. Межведомственная комиссия, которая работает в городском округе Люберца, ознакомится с документацией и готовностью силы средств Люберецкого звена МОСЧС. Еще один пункт аттестации – смотр техники, предназначенный для тушения лесных пожаров. Мы привлекаем для смотра лесников с их техникой. Два лесничества приезжают, но на смотре – это представительство техники. У них-то реально это больше техники. Но мы проверяем расчет сил и средств, и они нам докладывают времена, готовность для тушения пожаров. Кроме лесников и пожарных, в боевой готовности и Люберецкие ресурсники, теплосети, водоканал. На этих предприятиях сформированы добровольные пожарные дружины и аварийно-спасательные бригады. Также в качестве подкрепления – Люберецкая ДЭП и Объединенный комбинат благоустройства. Всего в пожарном арсенале округа 44 единицы спецтехники и более 200 человек. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе снова участились жалобы на неприятные запахи. По обращениям жителей ЖК «Самолет» и СНТ «Долгий лук» произведены замеры качества атмосферного воздуха рядом с предприятиями, которые работают в промышленных зонах – в Машкове и на Второй Вольской улице в Москве. Рейд провели совместно с участием представителей столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды и Министерства экологии и природопользования Московской области. Для исследования атмосферного воздуха привлечена передвижная экологическая лаборатория. По результатам замеров уже будем анализировать ситуацию, анализировать данные и принимать какие-то решения, какие-то меры в целях проверки тех или иных организаций. Если по результатам исследований загрязняющие вещества превысят предельно допустимые концентрации, нарушителям выдадут предписание о приостановлении выбросов и наложат административный штраф. За этот год уже более восьми предприятий оштрафованы за несоблюдение природоохранного законодательства. За прошлый год было демонтировано более 60 точек источников неприятных запахов, также наложены штрафы и возбуждены административные дела. Эксперты контролируют состояние воздуха в зонах влияния объектов, которые осуществляют выбросы загрязняющих веществ. Маршруты рейдов по контролю качества атмосферного воздуха формируют на основе запросов жителей. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Студенты и преподаватели Российской таможенной академии стали донорами. Они сдали кровь для раненых российских военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации по защите Донбасса. Наша чемпиональная группа познакомилась с добровольцами. Этот небольшой уголок в Российской таможенной академии стал временным медицинским кабинетом. Здесь развернули свое оборудование сотрудники станции переливания крови. Для студентки второго курса экономического факультета Ирины Авданиной картина знакомая. Девушка не раз становилась донором в стенах вуза. Нужно помогать людям. Тем более мне интересна сфера медицины. Как-то изучать ее. И я наблюдаю, как на операциях сложных всегда важна кровь для переливания. Сегодня это актуально как никогда. В донорской крови нуждаются военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине. Чтобы обеспечить в госпиталях наличие жизненно важного компонента, руководство Российской таможенной академии проводит акцию совместно с Люберецкой областной больницей. Мы откликнулись на призыв всей страны и составили целый план своих действий. В течение трех дней работники, обучающиеся профессорского преподавательского состава будут сдавать кровь. Мы должны воспитывать свою молодежь в духе патриотизма к своей родине. Молодежь наша очень хорошая. И вы видите эту очередь, которая за моей спиной. Они откликнулись всем сердцем. Принимали вчера 50 человек, сегодня планируем 40 и завтра еще 40. Ребята очень активные. Откликнулись на помощь, на просьбу о помощи вернее. Я думаю, что у нас все будет хорошо и достаточно заготовим мы крови. Пришли даже те, кто раньше никогда не сдавал кровь. Искандер Файзеев в роли донора впервые. Но уже сейчас, сидя в кресле, решил, что это станет для него доброй традицией. Как только я узнал, что у нас в Академии проходит донорский сбор крови, я одним из первых записался. Потому что нашим бойцам будет приятно знать и осознавать, что за них стоит вся страна. Поддержку российским войскам представители таможенной академии выразили и с помощью флешмоба. Курсанты военного учебного центра, преподаватели и студенты выстроились в форме латинских букв «З» и «В». В патриотической акции приняло участие 400 человек. По официальной версии Министерства обороны Российской Федерации буква «З» означает «За победу», а «В» – сила в правде и задача будет выполнена. Уиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе открыли еще один пункт приема губернитарной помощи для жителей Донбасса. Он создан в главном корпусе любрецкого техникума имени Гагарина. Люберчане уже приносят сюда вещи и продукты. Глава округа пришел одним из первых. Владимир Ружицкий передал макароны, чай, сгущенное молоко и печенье. Затем студенты-волонтеры пригласили его к участию в круглом столе. Первое, что интересовало ребят – важность открытия пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и оказания поддержки беженцам, которые временно живут в Подмосковье. Помощь нужна, потому что люди многого были лишены за 8 лет. Обсудили ситуацию в стране и мире. Поговорили о влиянии интернета на жизнь современного человека и удобстве взаимодействия жителей с властями посредством социальных сетей. Глава вспомнил о своей студенческой жизни, а также порадовался за нынешнюю молодежь. Все активные, всегда на всех мероприятиях. Вы получаете конкретные профессии, где можно найти конкретную работу. Я думаю, что многие из вас будут получать высшее образование, что тоже очень важно для дальнейшей жизни. Ирина Буткина волонтерской деятельностью занимается с 2020 года. В период пандемии работала в поликлинике, фиксировала заболевших коронавирусом и консультировала их. В родном техникуме она тоже среди первых. Мы всячески пытаемся помочь, оказать поддержку, особенно в данной ситуации, которая у нас складывается в мире, помощь очень сильно нужна. Мы организовали волонтерскую деятельность сбора гуманитарной помощи в центральном корпусе Люберецкого техникума. Сидят точно такие же волонтеры, все записывают, отчетность составляют, все это упаковывают и готовят к отправке. В техникуме имени Гагарина на Октябрьском проспекте 114 пункт работает с 12 до 17 часов. В помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик Люберцы направили уже более 40 тонн гуманитарного груза. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» при поддержке фабрики «Пихорский текстиль» в Люберецком округе проходит благотворительная акция «Я свяжу тебе жизнь». В ней принимают участие жительницы Москвы, Московской и Нижегородской областей. Подробнее в нашем сюжете. Мария Сидорова посещает клуб три месяца. Сегодня она и еще около 30 женщин принимают участие в благотворительной акции «Я свяжу тебе жизнь». Они вяжут носочки, шапочки, пледы для малышей, родившихся раньше положенного срока. Есть такое международное движение 28 петель, когда женщины вяжут из шерсти, шерстяных ниточек, маленькие крохотные изделия и передают их в роддома, потому что только шерсть помогает преждевременно появившимся на свет малышу дозреть, созреть и тянуться к жизни. Трение шерстяных волокон не только согревает малышей, но и оказывает естественный массаж. Так ребенок не находится в запытье, когда он может крепко уснуть и не сделать вдох. Я контактирую с врачами, они рассказывают, как лучше. И вот пихорская фабрика, она признана лучшей. Но вот она должна быть обязательно только чисто шерстяная. Ни в коем случае нельзя вот этих вот ворсинок, потому что они могут попасть в легкие вот этого маленького ребеночка. Также пряжа должна быть гипоаллергенная, колючая, но не сильно грубая. Недопустимо содержание акриловых красок, так как дети находятся под фототерапевтическими лампами, и данный материал может вызвать ожог. Вы кундесники и шапочки. Хорошее дело, я хочу сказать, вы делаете. Конечно, я не знаю. Конечно, это хорошо, что вы нашли таких маленьких детишек. Пихорская фабрика регулярно и бесплатно отправляет свою продукцию в разные города России. Она объединяет несколько благотворительных акций. Среди них носочки для жизни и корона Виктория. Моя дочка два года назад получила диагноз онкология. Так как я мама-рукодельница, чтобы как-то ее приободрить, я связала ей вот такую корону. В виде ее эмоций я начала вязать эти короны для остальных девчонок, которые там находятся, потому что они очень сильно переживают потерю волос. При химии и терапии. Юлия Панина и другие участницы акций часто закупают материалы за свой счет. Для них спонсорская поддержка очень важна. Сегодня к благотворительности присоединился руководитель управляющей компании «Содействие» Сергей Ситников. Мы готовы помогать всем, чем сможем. И тем более такие добрые дела, я считаю, что нужно поддерживать. И на моем примере, я думаю, что многие как бы увидят, узнают и тоже как бы помогут. Если завтра потребуется что-то сделать еще и какое-то будет новое направление, так же будем поддерживать. К благотворительным акциям может присоединиться каждый любитель вязания из пряжи. Добрые и талантливые руки всегда нужны здесь. Полученные изделия передаются в Люберецкий центр охраны материнства и детства и в родильные дома Москвы. В Люберцах стартовал социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Чтобы привлечь внимание к важности соблюдения правил перевозки детей, инспекторы ГИБДД проводят в округе разъяснительные беседы и тематические акции. Одна из первых встреч состоялась в детском саду «Радуга». Эти светофоры отличаются тем, что это для машин, по нему едут водители, а это для людей, правильно? Сегодня в группе «Маленькие академики» урок безопасности дорожного движения. У доски учитель в погонах, инспектор Люберецкого отдела ГИБДД Светлана Сидорова. Сначала ребята повторили правила, которые должен знать каждый юный пешеход. Затем более подробно рассмотрели ситуации, когда ребенок находится внутри автомобиля. У кого кресло? Поднимите руки. У меня кресло. Удерживающее устройство есть у всех. Но инспектор хотел убедиться, что каждый ребенок пользуется ими правильно и может пристегнуться самостоятельно. Молодец. Самое главное – это пристегиваться, когда ты в машине. Потому что это кресло спасает человека. Чтобы донести эту простую истину до как можно большего количества людей. Ближайший месяц сотрудники госавтоинспекции посвятят подобным лекциям в детских садах, школах и торговых центрах. С 21 марта начинается у нас по 17 апреля социальный раунд. Маленький пассажир – большая ответственность. Повышается нагрузка на уличную дорожную сеть транспортных средств. Учащаются поездки, потому что зимний период заканчивается, наступается весна. Так сказать, все просыпается. В том числе и дети уже чаще перевозятся на дачные участки, за город. На этот период инспекторы ГИБДД запланировали серию акций «Детское кресло». Они будут проверять соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. В частности, наличие удерживающих устройств и правильность их использования. Напомню, штраф за отсутствие детского кресла – 3000 рублей. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце «Спорта Триумф» прошел заключительный этап турнира детской футбольной лиги городского округа Люберцы. В нем приняли участие более 300 спортсменов. В атмосферу финальных матчей окунулись и мы. Сашу Егорова родители привели в секцию футбола в три года. Сегодня воспитаннику Люберецкого «Спартака» уже семь. В нынешнем турнире перед ним стоит задача – не пропустить гол. Хотя парень отлично знает и тактику нападения, и хорошо играет в защите. Тут можно что угодно делать, только нельзя в руки мяч брать, если ты нападаешь. Если ты будешь круто заниматься, еще круто сделать всякие трюки, тогда ты сможешь стать великим футболистом. Томилинская команда «Альянс» со счетом 5-4 взяла первенство над «Кометой» из Латкарина. Это победа не только юных футболистов, но и тренера, который вкладывает свои умения, навыки и любовь в своих воспитанников. Ребята проявили характер. Я очень горд за них. Ребята стараются. Спасибо большое нашим родителям. У нас самые лучшие родители. Очень сильная поддержка от них. Такой зал всегда приятно играть, когда много народу есть, где болельщикам разместиться. Все поддерживают, все болеют, все кричат. Турнир детской футбольной лиги проходил с декабря. В нем участвовали 20 команд из городских округов Люберцы, Латкарина и Жуковский. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершил еще больше подробностей. Вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин